Презентация книги Павла Козленко «Герман Пынтя. Торжество справедливости. Моё досье» состоялась в музее Холокоста. Музей Холокоста. Зал переполнен, все места заняты. Горожане и гости города в ожидании презентации книги Павла Козленко «Герман Пынтя. Торжество справедливости. Моё досье». Эта книга о воспоминаниях бывшего мэра Одессы Германа Пынтя в период румынской оккупации 1941-1944 годов. «Основная идея была донести до одесситов, до украинского общества и румынского общества, это о деятельности Германа Пынтя, мэра Одессы в годы оккупации. Об этом мало кто знает, вы практически в интернете ничего не прочтете. А это его воспоминания. Это воспоминания и архивные документы о том, что сделал Пынтя и не сделал, о том, что было с еврейским вселенным нашего города, о его трагической судьбе и о судьбе самого Пынтя, чем она закончилась и как он свою жизнь закончил». Сведения и документы, которые использовались в книге, Павел собирал лично. Несколько лет назад посетил в Бухаресте дом, где когда-то жил сам Герман Пынтя и имел возможность запечатлеть на фото страницы его воспоминаний. Собственно, они и легли в первую главу книги. Во второй части издания содержатся документы из архива о депортации евреев и так далее. Книга издана на двух языках – для украинского общества и румынского общества. На мероприятии также присутствовал и генеральный консул Румынии Эмиль Рабча. «Я желаю, что вы приглашаете меня, часто здесь. Мы хотели показывать, что ошибки в истории нужно повторить. Новое поколение, сегодняшнее поколение, будущее поколение. Нужно знать, что были плохие и хорошие наши истории и что не повторить такой трагический момент в мире». Много людей посетили презентацию книги и выразили свою благодарность Павлу Козленко за тот невероятный труд, который он проделал. «То, что я сегодня услышала о таком человеке, как Герман Пынтя, еще раз говорит о том, что нет плохих народов. Есть подонки и есть люди, нехорошие, если так можно сказать, среди любых народов. И сегодня эта тема, она как никогда актуальна. И хочу выразить Павлу огромную за это благодарность». Книга «Торжество справедливости. Мое досье никого не оставило равнодушным. Люди узнали много новых исторических фактов того времени, которые долгое время умалчивались. «В целом понравилось то, что это не книга, знаете, такая на потребу, скажем так, такой публики. Не смогу сейчас подобрать слово. Но то, что мы привыкли читать об Одессе, то есть это либо период золотого века Одессы, либо это какой-то уже такой криминальный миф Одессы. А здесь все-таки серьезная документальная работа, причем те страницы истории, которые, ну, скажем так, являлись от нас, возможно, где-то закрытыми». После окончания презентации все желающие имели возможность переобрести себе экземпляр книги. И стоит отметить, что таких было много. Продолжение следует...